Благослови, Душа моя Господа, благослови, Неси Господи. Во время Оона приступи к Иисусу, иди на тученик Его и речи Ему. Наставниче, видихам некоего о имени Твоем изгоняще бесы, и возбронихам Ему, якого след не ходит с нами. И речи к Нему Иисус, не броните, ижебо неист на вы по вас есть. Бысь же игда сканчиваху седни восхождение Его, и той отверти лице Свое идти во Иерусалим. И посла вестники пред лицем Своим, и исшедши в недоша весь Самарянскую, якода уготовят Ему. И не прияши Его, якалице Его бегри ды во Иерусалим. Видевши же ученика Его, яков Иоанн Реста. Господи, хочешь ли речема да огонь снидит с небесе, и потребит их, якажи Ильяса твори. Убряшся же запрети има рече, невеста коего духа истовы. Сын бы человеческий, не приди душ человеческих погубите, но спасти, и душа воину виси. Здравствуйте, дорогие наши братья и сестры. Сегодня четверг, 1 ноября. И сегодня мы с вами читаем Евангелие от Луки, главу 9, 49 по 56 стих. И сейчас давайте откроем русский перевод Нового Завета, найдем эти евангельские строки, и послушаем, как звучат они на современном нам с вами языке. «Подошел к Иисусу один из учеников Его и сказал, «Наставник, мы видели человека, и именем твоим, изгоняющего бесов, и запретили ему, потому что он не ходит с нами. Иисус сказал ему, не запрещайте, ибо кто не против вас, тот за вас. Когда же приближались дни взятия его от мира, он восхотел идти в Иерусалим, и послал вестников пред лицем своим, и они пошли и вошли в селение Самарианское, чтобы приготовить для него. Но там не приняли его, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим. В виде то ученики его, Яков и Иоанн, сказали, «Господи, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илья сделал?» Но он, обратившись к ним, запретил им и сказал, «Не знайте, какого вы духа, ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать, и пошли в другое селение». Такие евангельские строки сегодня мы с вами слышим. Господь направляется в Иерусалим, дабы там, в этом священном городе, в центре мира по верованию иудеев, принять страдания и смерть за рот человеческий. И вот, идя с учениками своими, он им открывает и божество свое, и открывает то, что идет страдать и умирать за людей. Мы сами, читая Евангелие, знаем, что ученики до самого воскресения его вот эту вот истину, смысл слов о страданиях, о воскресении вообще-то не понимали и не принимали. Их можно где-то понять, потому что в их человеческом мировоззрении те вещи не укладывались. С одной стороны, видеть учителя своего всемогущим, с другой стороны, принять мысль, что его может кто-то схватить, унижать, бить, убить, в конце концов, что вроде как это может быть, что и не нужно это, что и для чего. Да, если ты учитель, если ты тот мессия, которого мы ждем, ты Христос, то зачем тебе умирать? Все, будь среди людей. Но вот мы должны с вами понимать, что ведь проблема человечества, она ведь не только в каких-то наших земных бедах. И не только их нужно исправлять. Человечество нужно менять и лечить самым таким вот радикальным способом. Вплоть до смерти, вплоть до сошествия ад, оттуда надо человечество выводить. И вот Господь и делает вот это. Он от начала до конца, весь путь жизни человеческой он проходит. От зачатия до смерти, и от смерти до воскресения. Дальше мы с вами видели, как ученики искали первенство, желали быть важными, главными, рассуждали, кто бы из них был главнее, да даже друг между другом. И мы с вами помним, как Господь поставил ребенка пред ними, и как пример указал, что будьте такими же, как вот эти дети. Ищите первенство. И не думайте, что если вы будете такими малыми, то теперь вас будут обижать, унижать, да что, то есть вы без какой-то славы человеческой пропадете. Нет, всякий, принимающий вас в имя мое, будет меня принимать. И люди к вам, смиряющим себя ради меня, будут относиться к вам с поиспочтением и с уважением. В общем-то вся история церкви показывает, что так вот оно и бывает. И вот подходит к Господу апостол Иоанн и говорит ему, что вот мы видели человека, который именем твым изгоняет бесов, и запретили ему, потому что не ходит с нами. Видим, что Иоанн здесь, он понимает вот эту вот ненужность, как минимум, да ненужность такого самовозношения и самоволия. И вот, и, в общем-то, раскаиваясь вот в том, что они сотворили, говорит об этом наставнику своему. Что мы запретили человеку, сгоняющему бесов, автодет, потому что он вроде бы не среди нас, и когда им казалось апостолам, что такое он право это имеет. Хотя, опять же, вот можно здесь подумать, для того, чтобы изгнать беса, это на какую веру нужно иметь? Веру, связанную и с доверием ко Христу, и с любовью к нему, чтобы именем его изгонять бесов. Можно вспомнить эпизод из книги Деянистых апостолов, когда один человек, видя чудеса, которые створяет апостол Иоанн, апостол Петр, да, как они сгоняют бесов, решил сделать так же. Шел к бесноватому и заявил, что именем того Иисуса, которого проповедуют вот эти вот люди, да, повелевай тебе, уйди. И что ему бес сказал? Он сказал, Петра знаю, Иисуса знаю, а ты такой не знаешь, и избил его. Соответственно, да, вот тоже для того, чтобы сгонять бесов, тут очень много чего в человеке должно быть правильного и нужного. А то, что тогда он не ходил здесь с учениками, ну что ж, во время евангельской проповеди Господа много было ведь и тайных учеников, те, которые не были из числа 12, не были, в общем-то, из числа 70, такие как Осипа Римофейский, да, вот, Ник, Фарисей, Никодим, все они были верующими во Христа. И вот Господь говорит, что это не запрещайте, да, не ищите конфликт, потому что эти люди, они потом войдут в церковь, войдут в свое время. Ибо кто не против вас, тот за вас. Когда же приближались и дни взятия из мира, он восхотел идти в Иерусалим. И посла фестников пред лицем своим, и они пошли и вошли в селение Самарянское, чтобы приготовить для него. Ну, то есть здесь, в общем-то, обычная ситуация. Господь послал учеников, всегда бы они могли все устроить. Так вот, заранее, чтобы, когда Господь с остальными вошел в это селение, чтобы было где остановиться, было где найти ночлег, и какое-то пропитание. Но вот здесь нужно нам ситуацию еще вот так понять. Время приближения праздника Пасхи в Иерусалим идет огромное количество иудеев со всех сторон. Опять же, вспомню, у иудеев с Самарянами был конфликт. Там много причин для этого конфликта было, но факт все это фактом. Конфликт был вплоть до взоюдной, обоюдной ненависти, которая могла даже доходить и до убийства. Что-то настолько друг друга они не терпели. Соответственно, и жители самарянских селений, конечно же, закрывали свои дома для всех иудеев, кто в тот момент шел с паломничеством в Иерусалим. То же самое здесь вот оно и коснулось Господа. Ведь написано в 53 стих. Но там не приняли его, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим. Опять же, видим, что люди не принимают его не потому, что они настолько злы, не потому что вот они именно ко Христу исполнены какого-то негативного отношения. Нет, сколько здесь вот это общее, к сожалению, да, общее отношение вот друг между другом. А что же ученики, видя то, они вот так Афаан, да, возмутившись, в духом своем сказали, Господи, хочешь ли мы скажем, чтобы сошел огонь с неба истребил их. Вспомнив, да, как по молитвам порока Ильи, Бог с неба и спасал огонь, дабы уничтожить жрецов Алавых. То есть видим, что здесь вот эти вот жители Северского селения для Якова и Иоанна, они, ну, что ли, так, на одной ступеньке вот с теми служителями зла, служителями демонов. Ну и, в общем-то, Господь здесь умеряет их, говорит, что вы не пытаетесь здесь всех людей, ну, что ли, одной расческой причесывать. Не здесь всегда пытайтесь рассуждать и думать, почему люди поступают так или не так. То есть здесь вот нам, что не нужно здесь не пытаться ни мстить, ни тем более уничтожать людей. То есть, да, вот вы не понимаете, какого вы духа. То есть вам и сила, и вера даны для того, чтобы вы сейчас мстили за всякую неприятность, которая к вам относится. Вы должны искать, в первую очередь, и любви, и снисхождение, и терпение, и научение, и кротости. Вот и дальше, что и сын человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать. Не насильно, да, человека тащить, что ли, так скажем, Царство Божие, а давать ему вот эту возможность свободного произволения и свободного восхождения туда. И пошли они в другое селение. Вот такую Евангелие сегодня мы с вами прочли, братья и сестры. Читали мы Евангелие от Луки, главу 9, 49 по 56 стих. И напоминаю всем нам о необходимости чтения Священного Писания ежедневных, темы по одной или по две главы. Аллилуйя, 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 Слава Тебе, Боже!